Мы слышали, как раз выходя, говорили о сумме ущерба от урагана. Она известна стала? Ну вот как раз собирают сейчас, искать, что второй половин дня она уже окончательно будет готова. И именно это мне интересовало, чтобы можно было как можно быстрее ободать правительство. Правительство, соответствующим образом, обращается в правительство Российской Федерации для того, чтобы можно положить какую-то компенсацию. Потому что, как известно, ущерб остался стерегом. Амичи буквально жалуются и говорят о том, что на наших батареях можно яичницу жарить. Очень тепло было в майские праздники и хотелось бы узнать об окончании отопительного сезона. Отопление подписано, завтра прекращается отопительный сезон. Пять суток, которые необходимо было выдержать для выполнения нормы по средней солнечной температуре, мы выполнили завтра, отопление прекращается. А скажите, в принципе, с потеплением выдается ли мэром, либо каким-то структурным подразделениями о снижении подачи тепла в теплые дни? Отдельного распоряжения нет. Есть утвержденный тепловой режим, по которому наши источники тепла подают теплоноситель. Они должны ориентироваться на температуру окружающего воздуха и соответствующую на подаче. Но когда на улице плюс 16 и плюс 18, то вероятнее всего, что даже самые низкие параметры дают в квартирах такой партиковый эффект. Поэтому завтра прекращается. То есть все-таки снижали, да? Снижали, безусловно. Вячеслав Викторович, а вот у нас пока еще деревья не зазеленели, а мячи жалуются на пыльный бурю. Ну, пока еще. Вы считаете ли вы, что это следствие вырубки, либо, ну, хотя это, наверное, неуместная вырубка, либо ненадлежащей уборке улиц после зимы? Вот сейчас, как вы думаете, в центре города? Следствием вырубки этого быть это не может, потому что никакой вырубки нет. Вот есть плановые работы, которые никак не снижают количества деревьев, например, в городе Омске. Вот этот фантом, который гуляет, это от того, что, вероятнее всего, люди не будут найти более подходящую тему, которая позволила им быть на виду. Вот. А что касается пыльных бурь, ну, мы 61,5 тонны песка соляной смеси зимой высыпали на дороге для того, чтобы не было, ну, будем говорить, аварийной ситуации, чтобы дорога имела соответствующее состояние, когда требует работать и ГИБДД, и, как нам, любым, понятно, что поголовину здесь невозможно. Вот. Вот. Все это быстро убирать не получается. Поэтому пыльные бури. Мы это все понимаем, и на недавнем аппарате мы это все обсуждали. Думаем, что выход в этом найдется после того, как мы вот получим в конце мая, значит, для механизированной уборки прибордюрного пространства, и тогда ситуацию поправим. Если эти механизмы себя проявят соответствующим образом и будут справляться с этой работой, значит, мы ограничимся. Если нет, будем приближать еще. Но с пылью бороться нужно безусловно. Вячеслав Викторович, у меня такой главный вопрос. Маршрутчик, модель Артем Белозеров в интервью федеральной СМИ на волне своей популярности заявил о том, что он готов баллотироваться в мэре Омска. Не считаете ли вы, что, мягко говоря, запахло жареным, что конкуренция на газелях подросла? И как вы вообще считаете, может ли маршрутчик, дефис, модель стать хорошим управленцем? Ну, он закалился в конкурентной борьбе на омских дорогах, поэтому считает, что может стать мэром. Ну, вы же понимаете, что, во-первых, это воля жителей города Омска, да? Вот. А во-вторых, до этого времени нужно, что называется, дожить. И тогда уже в реальной обстановке, которая тогда будет, изменится закон, не изменится закон и прочее. А так, ну, что, я не знаю его, так сказать, личных качеств, но если человек считает возможным, то наша Конституция позволяет, и законодательство, и, собственно, позволяет ему вполне избираться от того, что мы будем. Вячеслав Викторович, сейчас много домыслов появилось о том, что День города там в июне, в августе, то есть перенос. Вот скажите конкретно, когда будет, чтобы домыслов не было? Ну, уже ответили. Это появились домыслы. Как был у нас первую субботу-августа, День города, так он и будет. 3 августа в этом году. И на следующий год переноситься тоже не будет? Нет. На следующий год не исключено, что мы этот вопрос поставим. Вот мы, Оргкомитет по празднователям, что отлетие будет заседать, и наш Оргкомитет областной. И мы хотим вынести на заседание Оргкомитета вопрос для обсуждения о том, есть ли смысл перенести его на первую декаду июня, потому что по свидетельству историков это ближе к реалиям, когда здесь закладывался город. Поэтому мы еще раз все проверим, в принципе, День города, комитет, и только тогда будем выходить на решение. Думаю, что сейчас предвременно обсуждать. Вячеслав Григорьевич, дачный сезон у нас открылся с 2 мая, и у нас была оптимизирована маршрутная сеть, то есть часть была передана частникам. Скажите, в этой связи появляются ли какие-то жалобы от населения, в принципе, как обстоит? Поток же большой был на эти праздники, люди поехали? Ну, вообще, мы ожидали, что ситуация будет хуже. Фактически количество обращений, или, как бы сказать, лежало, да, сохранилось на уровне прошлого года. Но ожидали мы эти обращения не потому, что там передали какие-то маршруты частникам, потому что частник, он начинает работать, да он еще не знает, сбежит он оттуда или не сбежит, да? А начинает он организованно, как вот с ним, как его маршрут передали, и все. Мы боялись, что очень сложные дорожные, плохие дороги на дачном участке, они стоят за пределами нашей компетенции, потому что находятся в той городе. И вот Министерство транспортного комплекса в Умской области, что называется, тоже испытывало трудности, и все боялись, что не успеют, что называется, дороги подремонтировать. Но, как будто дороги подремонтировали, жало больше не стало, машины пошли. Я думаю, что сейчас сухо, тепло, и их будут содержать в соответствующем состоянии. Сами на первомайские праздники что делали? А, ну и Бог. Вячеслав Викторович, и такой вопрос тоже, почему на первомайской демонстрации не были участвовать? Я же сказал, что я был на охоте. На охоте были, да? Удачно? Да, конечно. А еще вопрос. Вот по мусору, они еще очень жалуются, вот именно на мешки с мусором, прямо вот на магистралях, на городских, на главных, вот в частности на 70-летие октября очень много вот. Адрес есть? Адреса есть. Есть, да. Передайте, пожалуйста, адреса. Хорошо. В любой форме, хоть приемный, хоть в единую диспетчерку. Хорошо. Потому что что-то осталось, и 7-7 октября, говорите, много мешков, да? Ну ладно, проверим. Там 12-го микрорайона особенно, прямо вот. Хорошо, будем реагировать. Мешки еще с 1-го субботника остались с 19-го числа, кое-где, в Ромске. Адреса? Только адреса. Хорошо, хорошо. Спасибо большое, спасибо.